Здравствуйте! Вы смотрите Зелёную передачу. Сегодня в выпуске садоводов ждёт немало полезной информации. Галина Абакумова поделится опытом обустройства хорошего огуречника для качественных бесперебойных урожаев. Агрохимик Лариса Уфимцева разъяснит, какие оптичные средства совсем не подходят для наших растений и к каким рекомендациям в интернете нужно относиться осторожно. Зоя Максименко порекомендует препараты, которые отлично влияют на урожайность овощных культур. Юрий Аникин расскажет о жимолости, Эвелина Очередная о прекрасной гортензии. Но прямо сейчас отправляемся в сад к Галине Абакумовой. Она каждый год при любом лете собирает стабильные и богатые урожаи огурцов и готова поделиться с вами своими секретами. Трудно представить себе садовода, который не выращивает на своём участке огурцы. Возможно, именно по этой причине существует так много различных приёмов и хитростей, которые помогают добиться обильного урожая. Своим опытом создания огуречной грядки решила поделиться садовод Галина Абакумова. Наш участок имеет некоторые особенности. Может быть, сначала это незаметно, но он такой имеет лёгкий уклон. Там выше, здесь ниже. Бороться с этим мой муж придумал так, что он устраивает ярусы. Вот этот огуречник, который за моей спиной, это одна из составляющих нашей стратегии строить ярусы. Здесь выше уровень, здесь ниже. Важно отметить, что огуречная гряда расположена с севера на юг. Такой ориентир крайне важен для растений. Значит, всходит у нас солнце на востоке, всходит-сходит, поднимается, и до полудня оно, как известно, не самое жаркое солнце, да, такое ласковое и мягкое. И оно освещает нашу гряду. А после полудня оно скрывается туда, и тогда нашим огурцам получается тень вот из этой стены, которую вы видите, импровизированная стена из нетканого материала. Мы её устраиваем. Вот это, мне кажется, главная находка, которую, может быть, стоит учесть людям, перенять такой опыт. Вот расположение гряд с севера на юг, потому что огурцы – это такая культура, которая любит и тепло, и тень. Если вы выставите огурцы на палящее солнце, ну всё, вся пыльца будет стерилизована, и никакого урожая вы не получите. Следующий важный момент – это принцип слоёного пирога в устройстве самой грядки. Получается так, что мы заправляем этот огуречник таким образом. Вот этот грунт, который уже отслужил один сезон, мы его частично выбрасываем. Вот так муж проходит и снимает некую сверху часть этого грунта вот сюда, на эту делянку. Потом заправляет тонким слоем, допустим, если у нас есть свежий какой-то навоз, коровий или конский. Потом заправляет вот тем выброшенным грунтом, перемешанным с нашим подготовленным компостом. Всё только из травы, в основном из травы. Получается, что грядка имеет подогрев снизу, а верхнюю часть грунта обогащают с помощью компоста и комплексного удобрения. Сажу я семечки всегда прямо в сухом виде. Очень люблю вот эти голландские сорта, которые уже обработаны, имеют то ли синий, то ли зелёный окрас. Очень люблю сорт Герман, Маша, Отелло. Изящный это не голландский сорт, но тоже его иногда сажу, он довольно обильный такой. Сажу я эти огурцы, стараюсь довольно редко, но в итоге получается всё равно загущенные плантации, потом я их немножко прореживаю. На квадратный метр высаживаем 3-4 растения. Поначалу, пока огурцы не окрепли, им требуется плёночное укрытие. Причём наш консультант считает, что необходима двойная плёнка. Она сохраняет тепло и защищает от излишних солнечных лучей. Потом, когда огурцы упираются своими головами в эту плёнку, мы её убираем и выставляем вот эту стеночку из нетканого материала. Внизу тоже груз в виде трубы и придавлены кирпичами, а вверху вот на эту натянутую проволоку мы привязываем верёвочками эту стенку. И вот таким образом она служит. Поливаем достаточно регулярно, ну раз в 2-3 дня это точно. Подкормку делаем натуральным куриным помётом, разведённым в воде, этим настоем. Ну какой-то стаканчик этого настоя на ведро воды. Вот только такая натуральная подкормка, больше ничего. Благодаря этим маленьким хитростям огуречная гряда из года в год работает исправно. Огурцов много и они все хорошие крупности. Даже в этом году, несмотря на холодную весну, хозяйка сада рассчитывает получить достойный урожай. В интернете в последнее время можно встретить немало неожиданных рекомендаций. Так, например, растения советуют поливать для подкормок нашатырным спиртом, а с вредителями бороться с помощью соды. Мы решили проверить, стоит ли следовать этим советам и отправились за консультацией к настоящему специалисту, агрохимику Ларисе Уфимцевой. Очень много рекомендаций появляется в последнее время по применению вот таких знакомых нам веществ в наших садах. Что хочу сказать? Прежде всего, аммиак, аммиачная вода, нашатырный спирт. На самом деле, в каждом учебнике агрохимии вы найдете в параграфе удобрения, такое азотное удобрение. Но на сегодняшний день практически уже не используют это удобрение, потому что на рынке представлено большое количество более эффективных препаратов, содержащих азот, которые не пахнут, которые не токсичны для человека. Их можно использовать абсолютно не опасаясь за свое здоровье. К сожалению, аммиак относится к категории веществ, которые могут вызывать такие нежелательные последствия у людей, как у души, как аллергические реакции. Не случайно хозяйство отказались от аммиачной воды. Это связано вот как раз с запахом аммиака. И есть сегодня удобрения недорогие и азот в более мягкой форме, которые мы рекомендуем для подкормок. Поэтому смысла сегодня использовать аммиак я не вижу. А вот то, что касается соды. Соду мы все знаем. Сода у нас бывает пищевая. И есть еще сода немного с другой формулой. То есть гидрокарбонат натрия, карбонат натрия. Мы все это называем содой. Содоводам сегодня рекомендуют, и в интернете очень много рекомендаций, использовать раствор соды и в качестве фунгицидов, и в качестве инсектицида. Но, условно говоря, предлагают чуть ли не заменить все ядохимикаты в соду. Что говорят ученые? Ученые, которые занимаются долгие годы средствами химической защиты растений. На самом деле, единственный эффект у соды, тот, который мы знаем, это бактерицидный эффект. Но этот эффект, он годится для чего? Ополоснуть содовым раствором банку перед консервированием. Или некоторые хозяйки любят помыть овощи с рынка в содовом растворе, потом ополоснуть чистой водой. На самом деле, дальше ни фунгицидной, ни инсектицидной активностью сода не обладает. Поэтому использование ее в качестве альтернативы химическим средствам защиты, оно не обосновано. Эти рекомендации, на мой взгляд, конечно же, дают люди, которые, наверное, химию в школе, ну, скажем так, не очень-то любили и учили. Помимо этого, сода, она содержит ионы натрия. И рекомендации, которые в интернете сейчас есть по поводу того, что соду даже можно вносить и нужно вносить в кислые почвы, но это не просто не обоснованно, это неправильно. Сода никогда не использовалась для раскисления почв. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Нельзя так использовать. Для раскисления почв используется либо известкование, либо фосфоритование, но никак не обработка содой. Поэтому использование соды, иначе как для ополаскивания банок и овощей с рынков, оно не обосновано в саду ни в сухом виде в почву, ни в виде раствора для обработки растений. Эффект он может быть, но с чем он связан? Ведь всегда факторов много. И если у кого-то что-то получилось один раз, это еще не факт, что это истинно, и что это на самом деле действие раствора соды. Вот. Ученые, еще раз говорю, не видят никаких эффектов соды, как средства химической защиты растений. Лето в разгаре, и наши растения потихоньку завязывают плоды, а кое-кто собирает первые урожаи. В этот момент мы должны вспомнить, что нашим растениям необходимы хорошие, качественные, полноценные подкормки. А для сторонников природного земледелия важно, чтобы эти подкормки были еще и органическими. Наш консультант по природному земледелию Зоя Максименко готова поделиться с вами некоторыми эффективными рецептами. Картина, знакомая любому садоводу. Сначала мы любуемся нашими растениями, покрытыми цветами, затем обильной завязью, а через некоторое время наблюдаем печальную картину, когда завязи желтеют и отваливаются. Садоводы сетуют, а ответ на этот вопрос довольно банален. Растениям просто не хватает питания. До конца июля нашим растениям требуются азотные подкормки. А если речь идет о ремонтантных сортах малины и земляники, то здесь азот необходим в течение всего сезона. Наиболее привычный для многих источник азота – навоз. Но с ним у садоводов зачастую связаны сплошные неприятности. Он обязательно должен быть перепревшим, с ним заносятся сорняки и вредители, да и запах, прямо скажем, не самый приятный. Поэтому мы предлагаем альтернативное решение свежему навозу – вот такой аргавит. Аргавит приготовлен на основе конского или коровьего навоза. Под высокой температурой навоз высушивают. Под воздействием таких высоких температур погибают болезнетворные бактерии, погибают семена сорных трав. И в заключении навоз пропускают через специальную машину и получают вот такие очень удобные в использовании, можно даже сказать, приятные на ощупь гранулы. Нам потребуется на ведро воды 100 грамм конского навоза. Хорошо перемешиваем и настаиваем в течение 4 часов, можно в течение суток, для того, чтобы наш питательный раствор был легко доступен растениям. Также в этот раствор, который будет богат азотом, микро- и макроэлементами, мы будем добавлять раствор костной муки. Костная мука – новинка, и многие садоводы ее еще не использовали. И напрасно считает наш консультант. У костной муки есть немало достоинств. Костная мука является источником натурального кальция и фосфора. А кальций и фосфор необходим растениям для хорошего роста корневой системы. Он отвечает также за здоровье корневой системы, вот эти элементы. Также кальций и фосфор делают наши плоды вкусными, мясистыми и сахаристыми. А еще используйте такой раствор обязательно для томатов и перца, как профилактику против вершинной гнили. Для приготовления настоя из костной муки нам понадобится килограмм муки на 20 литров горячей воды. Настаивать раствор нужно 5-7 дней, а затем использовать для подкормок. И смешивать его с настоем конского навоза. Не забывая добавлять и третью составляющую нашей подкормки – полезную микрофлору из биопрепаратов. У многих на участке садоводов почва может быть щелочной, а может быть очень кислой. И в такой почве, да еще в такое лето, как у нас в этом году, не очень приятное, питание может и не усваиваться растениями. Для этого последний, заключительный штрих в наш раствор мы будем добавлять. Вот такой препарат МБИО, который содержит полезные микроорганизмы. Вот именно эти микроорганизмы и будут переводить все питательные вещества, содержающиеся в нашем растворе, в форму, удобоваримую для растений. Итак, мы получаем питательный настой с участием конского навоза, костной муки и биопрепарата. И еще одна рекомендация от нашего консультанта. Прежде чем поливать растения, грядки следует хорошо забульчировать и предварительно их увлажнить. А далее мы будем использовать под каждый куст где-то по литру такого раствора. Брюссельская капуста появилась благодаря овощеводам Бельгии. Ее, так сказать, прародитель – листовая или кудрявая капуста, растущая в странах на побережье Средиземного моря. Уже после того, как над ней поколдовали бельгийские специалисты, она стала популярна во Франции, Германии и Голландии. В России она появилась в 19 веке, но не прижилась из-за суровых климатических условий. Центры природного земледелия «Плодородие». Мы поможем вам вырастить здоровую и крепкую рассаду. Богатый выбор семян. Все для качественных почвогрунтов. Микробиологические препараты. Современные лампы досветки для рассады. Спешите в садовые центры «Плодородие» по адресам Комсомольский проспект 47, Воровского 49 и в новый магазин на Гагарина 26. Юрий Иванович Аникин не только знатный виноградарь. На его участке растут и другие замечательные растения, сорта которых наш консультант подбирает с большой тщательностью. Например, сегодня он готов вам рассказать о живлости. Юрий Иванович Аникин известен нам как испытатель сортов винограда. Но на этот раз садовод-опытник решил напомнить нам о пользе и преимуществах традиционных уральских ягод. По живлости можно что сказать? Это растение короткого периода, да? Она начинает вегетировать рано и заканчивает рано. Конец июня, это практически уже она отдала ягоду и уходит в спячку. То есть период с мая по июнь, вот ее период. Рост, все прочее. В этот случай поносим подкормки, проводим все работы. А когда она уходит в спячку, там уже все прекращается. Мелкие кислые ягодки жимолости не интересовали Юрия Ивановича, пока он не познакомился с разработками бахчарских растений и водов. Потом я все-таки связался вот с этими бахчарами, посмотрел ихний сайт, выписал. Вот они прислали. Вот видите, перед вами бахчарский великан. Ну, ягодка, шантиметра два, наверное. Вот они плодоночат в этом году первый год. Поэтому, ну, я надеюсь, на будущий год будет что-то поинтереснее. Соседний сорт «Восторг» в этом году опередил бахчарский великан по обильности плодоношения. Как видите, здесь ягодок побольше. В общем-то, тоже достойные внимания. Сорта немного отличаются по срокам созревания. Бахчарский великан самый ранний. «Восторг» вызревает немного позже. Рядом еще один сорт «Югана». Здесь тоже много ягод, но в конце июня все они еще зеленые. Особенность жимолости, да, она при пересадке, она очень долго сидит, набирает корни. Год, два, может быть, даже три она не растет. Потом она начинает расти интенсивно. И уже тогда она начинает, и вступает в полу благословения. Четвертый год, пятый, самый такой плодотворный. Ни морозов не боится, ни болячек на ней нет. Ягодка, которая поспевает самая первая, если говорить о рецептах, да, варенье, засахаривание и все прочее, прекраснейшая ягода. Юрий Иванович отмечает, что ягоды новых сортов превосходят по размерам и по вкусовым качествам традиционные образцы. Значит, представления о жимолости постепенно меняются, а сама ягода становится все более привлекательной для садоводов. Гортензии – это те растения, которые, безусловно, станут украшением любого участка. Но эти цветы не смогут предстать перед вами в своей красоте в полном масштабе, если вы не будете за ними правильно ухаживать. Наш консультант Эвелина Очеретная расскажет о правилах ухода за гортензиями. Обрезка, обрезка и еще раз обрезка. Гортензии нужно резать, не жалея и не вздыхая. Только тогда вы сможете наслаждаться полноценным цветением этих прекрасных растений. И наш консультант Эвелина Очеретная сейчас наглядно на двух кустах гортензии метельчатой продемонстрирует преимущество жесткой обрезки. Вот на нем всего раз, два, три, четыре побега. Оставлю, да? И все четыре побега обильно цветущие. То есть чем жестче мы стрижем, тем более обильно и мощно цветет наша гортензия. Вот обратите внимание на этот кустик. Я его специально оставила, не обрезая. Посмотрите, видите, много мелких веток, но ни одной завязи бетона. Что же, вы согласны резать? Как действовать? Осенью убираем на гортензиях лишь шапки цветов, чтобы под тяжестью снега они не разломали наши кусты. А саму обрезку оставляем до весны. Резать осенью рискованное дело. Кора может расслоиться, под нее попадает влага или инфекция, побег погибает. Ну а весной гортензии режем на три почки. Раз, два, три. Три пары почек. И вот здесь вот мы будем обрезать. Но это будем делать весной. Трех пар почек пойдут новые побеги. На следующий сезон вы опять же будете выбирать самые сильные. На них тоже три пары почек. То есть таким образом ваш куст с каждым годом будет все больше, 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 больше. Древовидными гортензиями поступаем примерно так же, как и с метельчатыми, но с некоторыми тонкостями. У древовидных рано начинается сокодвижение, поэтому резать их нужно либо очень рано, либо уже тогда, когда распустятся листья. Иначе гортензия будет долго плакать, как говорят цветоводы. Они тоже обрезаются весной, потому что у них кора еще более чувствительная к расслаиванию, нежели у метельчатых гортензий. Значит, с ними ситуация такова, что вот их проще обрезать до живого. То есть весной, когда у вас уже начали распускаться почки, то есть уже почки распустились практически, вот тогда только лучше ее обрезать. Наш консультант вновь повторяет требования гортензий. Полутень, влага, кислая почва, обрезка. И тогда любуйтесь здоровыми, пышными, цветущими кустами. Какие растения составляют отличную компанию гортензиям? Кого можно подсадить к нашим красавицам, чтобы создать удачный миксбордер? У нас, допустим, на этом квадратнометре у нас сидят здесь и пионы, и розы, и хосты, и гортензии, и хвойные. И получается такая ситуация, что когда только сойдет снег, ни пионов, ни гортензий, ни хост, ни роз у нас нету. У нас здесь солируют, получается, хвойные. То есть мы смотрим на хвойные. Потом у нас начинают вылезать луковичные. То есть это крокусы, нарциссы. Потом следом за нарциссами зацветают пионы, потом за пионами следом у нас начинают цвести розы, а потом, соответственно, гортензии. Гортензии и флоксы. И в итоге у нас получается, что цветение у нас растягивается с мая до ноября. Эвелина заостряет внимание на соседстве гортензий с флоксами. На ее взгляд это очень удачная комбинация. Флоксы цветут в те же сроки. Их соцветия напоминают шапки гортензий. А выбор оттенков очень обширный. В миксбордере ярко-синий, фиолетовый или красный флоксы будут составлять отличную компанию нежно-розовым, зеленоватым или чисто белым гортензиям. Сходство кальраби с репой отмечено в нескольких языках. Например, с немецкого само название овоща можно перевести как капуста репа. На итальянском название имеет похожее значение и звучание – кавулорапа или капустная репа. Местом происхождения кальраби считается Средиземноморье. Она была известна еще во времена Древнего Рима. Садовый центр «Цветущая усадьба» – давний друг челябинских садоводов в новом имидже. Большой павильон, где вы найдете семена, препараты, удобрения, инструмент, открытая зона для крупномеров, саженцев декоративных и плодовых растений и закрытая светлая веранда с саженцами, рассадой цветочных и овощных растений, многолетними и однолетними культурами. Адрес остался прежним. Поселок Шершни, Центральная 3Б. Садовый центр «Цветущая усадьба». Приходите, удивляйтесь. Такие гортензии без сомнения отлично смотрятся в местах отдыха и в самых уютных уголках вашего сада. А создать такие уголки вы можете с помощью мобильных конструкций. В прошлом выпуске мы узнали, что на участке Ольги Ловчиновской, эксперта зеленой передачи по мобильным конструкциям, существует немало построек для содержания живности, хранения инструментов и для других хозяйственных нужд. Но мы задались вопросом, неужели Ольга Леонидовна умеет только работать без отдыха? На этих качелях я очень люблю отдыхать. Знаете, особенно в дождевую погоду, когда моросит дождик, когда сидишь, читаешь книжку или просто о чем-то думаешь, переводишь дух или играешь со своими любимыми животными. Она приносит такое удовольствие, такое эстетическое удовольствие. Вы себе даже не можете представить. На языке производственников такие деревянные объекты на участке именуются малыми столярными формами. Но для хозяев это крайне необходимые вещи для красоты и отдыха. Вот у меня таких пергол несколько штук. Есть перголки, на которых можно просто присесть и отдохнуть. Есть перголы, которые просто арочного типа. Можно, допустим, такую перголу поставить в виноградник, вовьющиеся цветы, в розы. И оно так красиво обовьет. И, вы знаете, у вас такое чувство комфорта будет, такое чувство незабываемой красоты. Удивительное место для работы. Просто удивительное. То есть работа приносит такую радость. Здесь, пожалуйста, у вас. Цветет шиповник. Здесь замечательная пергола. Запах удивительный. Просто удивительный запах. В жаркий летний день семья и друзья Ольги Ловчиновской собираются на террасе. Здесь мы делимся какими-то впечатлениями за день. Здесь мы иногда песни поем, слушаем пение птиц. А иногда даже утренних петухов, между прочим. Ну и, конечно, трудно представить, чтобы на участке у Ольги Ловчиновской мы бы не обнаружили замечательной бани. Вот я обыкновенный человек. Я живу точно такой же жизнью, как и вы все. У меня также видели и огород, и сад. И у меня животное домашнее. Ничего человеческого мне не чуждо. Вот, пожалуйста, банька – это зимний вариант. А здесь, вот, пожалуйста, посмотрите, я сделала зимнюю терраску, на которой мы можем ранней весной сидеть, общаться, пить чай, отдыхать и радоваться жизни. Баньки под ключ. Парьтесь через полчаса после установки. Экологичны и безопасны. А еще бытовки и вахтовки, в которых тепло даже зимой. Собственное производство, разумные цены. Телефон 223-15-88. Мы знаем, что такое утрата любимого питомца. И понимаем, как трудно в этот момент вам и вашим близким. Стихийные захоронения очень опасны для жизни и здоровья людей и животных. Наступает время, когда вам понадобится наша помощь. Кремация – это экологично, чисто, безопасно. Работа крематории осуществляется по определенным стандартам, которые приняты во всех цивилизованных странах, в обществе, во всем. Ветеринарная ритуальная служба «Ритуал Энимал». Крематорий номер один для животных. На этом «Зеленая передача» прощается с вами. Встретимся ровно через 7 дней. Мы подготовим для вас еще немало полезной, интересной и ценной информации для садоводов. И помните, что наше дело – зеленое. Мы победим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова